всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и сегодня я даю вам свой очередной отчет беременности сегодня говорим о 36 неделе эта неделя была полна разных разных происшествий очень позитивных эмоций хороших мероприятий но в то же самое время она была переполнена сильного волнения страха и моего какого-то такого внутреннего сумбура в голове расскажу сейчас почему первая причина этому всему то что мы наконец-то добрались до риги 36 неделя это был тот момент когда я знала что это последнее время когда я могу безопасно путешествовать и добраться наконец-то до риги для того чтобы остаться здесь уже до родов важным событием на этой неделе был также мой день рождения два дня спустя после того как мы приехали в ригу наступило 8 марта и это мой день рождения мне исполнилось 35 лет цифра конечно внушительная и такая серьезная но уже как есть в общем стала я старой бабкой еще более старой чем была до этого но ладно шутки шутками тем не менее да ты такая важная красивая еще более такое важно этой даты для меня сделал ее тот факт что вот именно в мой день рождения когда мне исполнилось 35 лет моему малышу исполнилось ровно 35 недель то есть началась 36 и мы как-то этот день вместе с ним провели в в общем таком праздновании цифра в 35 она нас как-то объединила уж сильно вот ну а день мой был правда очень приятным особенным красивым важным несмотря на то что наши близкие санкт-петербурга не смогли к нам присоединиться я все равно знаю что они были вместе с нами вот но те мои близкие которые здесь в риге они постарались сделать этот праздник для меня очень очень особенным и красивым вот муж мой меня целый день поздравлял с днем рождения и как-то вот прям на руках меня носил но и улыбок у меня было очень очень много в этот день после этого я проводила своего мужа в санкт-петербург он уже вернулся и сейчас уже трудится оперирует и работает и в общем его отъезд наверное он как раз таки так меня немножечко не знаю огорчил потому что ну конечно же я по нему скучаю естественно когда наступает этот день такого нашего краткого расставания все равно мы в общем такие пришиблены немного вот но я старалась отвлекаться как могла и уже посетила первые курсы по подготовке к родам в риге и кстати девочки мне писали чтобы я порекомендовала курсы в риге значит рекомендую два варианта первый если платный то это рижский роддом потому что качество у них просто великолепно и и много хорошей информации они дают и вторые если бесплатные то курсы под названием лыкс дыня или это организация на так называется они проводятся на приве без глагат в 266 в интернете загуглите и поищите вот из всех бесплатных курсов это наверное самые лучшие которые у нас в риге доступны ну по крайней мере по моему ресерчу так так получилось сразу нужно готовиться к тому что они длинные то есть каждое занятие длится минимум три часа они проводятся раз в неделю и если вы хотите на них попасть нужно регистрироваться заблаговременно то есть писать им имейл о том что вы хотите принять участие и собственно заблаговременно потому что людей очень много я вот на первое занятие когда пришла там было человек 70 наверное но очень много они правда популярны и записывают они на месяц вперед минимум мне они пошли на встречу потому что я так объяснила что я живу в петербурге и вот мне уже через месяц рожать им него очень очень надо и в общем они сказали ладно приходи запишем тебя но в принципе нужно записываться заблаговременно вот и также отвлекала я свой 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 мозг от грусти печали от расставания с мужем на месяц тем что наконец-то приступила к окончательному составлению списка вещей которые понадобятся моему малышу вещей которые нужно купить мне и в общем уже начала что-то заказывать что-то покупать и в общем такие приятные хлопоты они вот меня отвлекают от грусти печали и вот страха моего того что он передо мной роды и и я вот нахожусь здесь одна и действительно очень сильно мне вот именно исполнение нашего вроде бы плана она вот палкой по башке мне треснула что слушай а реальность то она реальность тебе рожать и родить ты можешь в любой момент уже вот начиная со следующей недели и как же будет приедет ли арс и как это будет больно не больно и педуралка не педуралка и чувствуя себя просто отвратительно по внешнему виду видно что я отекшая вся такая прямо в общем переживаний масса и куча и поэтому я вот стараюсь именно этими какими-то приятными вещами себя действительно отвлекать вот и в ближайшие недели обязательно запишу пару роликов один ролик со списком вещей которые я купила для малыша и почему я их купила и как я проводила свой ресерч и как я выбирал эти вещи и второй список что в моей сумке для родов вот расскажу что в риге требуется как я эту сумку собирала и что же я туда положила как для себя так и для своего малыша вот эти видеоролики ближайшие недели ожидайте на моем канале у нас вами осталось еще одно задание которое мы должны выполнить и это задание касается имен малыша если в понедельник смотрели видеоролик где мы с арсом для себя составили список из десяти имен то вы уже знаете какие наши фавориты и что сегодня мы будем вычеркивать из этого списка имена я не смогла сейчас дозвониться дарса потому что он оперирует но он прислал мне в эсэмэске те два имени которые он вычеркивает из списка со своей стороны вот мы с ним договорились что если в процессе обсуждения за неделю 2 не смог тебя убедить что это имя нужно оставить то она в любом случае вычеркивать со своей стороны я вычеркиваю оливера и гора почему вычеркиваю оливера оливера потому что она очень очень популярная последние там пару лет в риге точно и мне все-таки хочется чтобы это имя было но таким скажем так более редким раз и во вторых мой брат женой тоже беременные и они также рассматривают это имя поэтому мы со своего списка его вычеркиваем и гор тоже его вычеркнула потому что в нашем кругу общения есть на друзья с этим именем и все-таки хочется что-то более необычное ну а арс со своей стороны вычел вычеркнул ромака и романа просто потому что он но как-то не знаю не лежит у него душа именно к этим именам и таким образом у нас остается и он рэм оскар александр арман и марсель и следующую неделю мы будем дискутировать по поводу этих имен но помимо этого у нас есть еще ваши рекомендации и что же вы мне за неделю написали так мэр гул надеюсь правильно произношу ваше имя пишет мне что ей нравится марсель и ланика мне пишет ли он будет леончиком но это наверное на тему того как будут сокращать эти имена или ласкательно уменьшительно их называть вполне возможно анастасия пишет ей нравится т.а. ну т.о. мы не внесли к сожалению в список и вносить его не будем но просто потому что она как-то не легло не мнение арсу елена пишет марсель р.м. и роман красивые имена да спасибо большое елена согласна и на самом деле несмотря на то что романом и вычеркнули то остальные два имени марсель и р.м. это те как раз имени которые на эту за эту неделю обсуждение дискуссии с арсом мне как-то нравится все больше и больше так наталья пишет думаю ли он будет лео ну вполне возможно да его будут сокращать как лео евгения пишет что ей нравится марк роберт и или он спасибо и у подруги сын этиен надеюсь правильно произношу так знакомая девочка анна-мария никто не коверкает и не сокращать тут как поставишь изначально ну да наверное я очень надеюсь что и у нас получится поставить как-то изначально так чтобы не коверкали так гаяна и пишет очень красивые имена спасибо большое анастасия если примерять к отчеству то красиво алан арсенович я в международном варианте ударение на первое а и ли он арсенович спасибо большое анастасия она алана арс не согласился потому что он против двойного а то есть чтобы имя начиналось а и арсенович а ну в общем такая у него мысль а дальше виланника также пишет леор и ларион соломон и янатан и на английском варианте это джонатан и она написала что ее сыночка так зовут на английском гай и илла ну на самом деле из этого всего списка мне больше всего понравился илла вот но арс не согласился ни на одно из этих имен поэтому давайте присылайте еще варианты если они у вас есть екатерина пишет леон марсель оскар очень красиво так можно еще рассмотреть герман лем георг и артур я позволю себе вольность и из этого списка добавлю в наш лем потому что это имя но какое-то прям очень красиво и она мне наряду с ли он им очень нравится поэтому предложу арсу на этой неделе для обсуждения может быть согласиться так и что же что же луиза еще мне пишет мы тоже с мужем выбирали имена также ну или почти так же напишите что вы имеете ввиду то есть вы составляли список или у вас есть канал или вы опрашивали своих знакомых немного более детально напишите мне будет интересно вот и таким образом у нас списке лим леон рим оскар александр арман и марсель и на следующей неделе будем уже какие-то имена наверняка удалять и может быть какие-то из ваших предложений добавлять поэтому обязательно пишите мне в комментариях за эту неделю ну а на этом я сегодня заканчиваю сегодняшний выпуск пишите обязательно мне в комментариях слова поддержки помогите своей бабки старый выдержать этот месяц в риге до возвращения моего мужа и как-то по постарайтесь уж меня ободрить для того чтобы видеоролики мои были более позитивными и в общем чтобы я не капала вам на нервы своим мытьем тем временем подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны ставьте лайки нажимайте на звоночке чтобы не пропускать следующих выпусков а мы с вами увидимся уже в понедельник желаю вам добрых выходных и прощаюсь на сегодня всем пока пока